Всем привет ребятушки, с вами Юранка и у нас с тобой на очереди новая рубрика на канале под названием Мое мнение, там где я буду высказывать свое какое-то либо мнение по поводу происходящих, например, катастроф, либо же жизненных ситуаций Ну грубо говоря случится, например, какой-нибудь, не дай бог, траур, может быть какая-то беда Там, я не знаю, то что будет постоянно обсуждаться в новостях, в интернете, различные какие-то интересные новости и так далее То есть то, что привлекать будет огромное количество публики к той или иной какой-то новости Собственно сейчас у нас с тобой новость, всем известная Это Диана Шурыгина, 13 миллионов просмотров, которая набрала буквально за несколько дней По статистике ни один даже из популярных, из самых популярных каких-то либо российских видеороликов Включая концерты самых популярных певцов Не набрали даже столько статистики, сколько набрала Диана Что случилось? Что произошло? Давайте вкратце Девушку, Диану, подругу пригласила якобы на день рождения, на вписку Я рассказываю сейчас приблизительно то, что я помню То, что я вот 100% помню, это то, что было по поводу изнасилования Так как никто из нас с вами там не был, то и 100% знать этого наверняка тоже никто не может Я не осуждаю ни парня, не осуждаю ни Диану Ни того парня, которого посадили, ни Диану Я объясню сейчас свою позицию Я не на чьей стороне, как говорится Я придерживаюсь своей стороны, но дам несколько советов жизненных, которых, конечно же, обязательно нужно будет придерживаться Как только, по словам очевидцев, как только Диана приехала, она побежала зачем-то в душ Наверняка в душ она могла побежать, так как у нее была менструация При менструациях, как правило, должен болеть очень сильно низ живота То есть человеку должно быть 100% не до алкоголя и не до секса Потому что это только лишь может усугубить ситуацию Тем более, как по словам очевидцев, по словам ее родственников Диану воротят от алкоголя Любого абсолютно У нее появляется там тошнота, головокружение, неприязнь и так далее Что произошло далее? Как только они приехали, еще не начиная даже выпивать Диана сразу же побежала за стаканом Как она сказала, на донышке Чуть-чуть, вот это стало уже просто мемом везде в интернете На донышке немножко Что она выпила Это не с целью оскорбления сейчас показала А просто для сравнения Что сколько же даже на донышке нужно выпить немного Для того, чтобы у тебя закружилась голова Чтобы тебя вырубило Мне просто вот интересно Это, как я понял, было не пиво По-моему, говорили, писали о том, что это был водка Какая-то водяра Я не знаю, даже я никогда не пил водяру Если я вот и пил, то только пиво Ни в коем случае не произвожу сейчас никакой рекламы Для того, чтобы потом на мой ролик Не кинули какой-нибудь страйк С целью того, что я пропагандирую Там, не знаю, наркотики Либо же алкогольные напитки Ни в коем случае Это все очень вредно И не полезно Я, слава богу, уже от этого отошел У меня тоже когда-то, вот как Диане 16 лет Мне тоже когда-то в 16 лет Такой же очень сильная какая-то была страсть к алкоголю А тем более, что она знала, что там не будет взрослых Можно будет пить сколько угодно Резвиться, радоваться жизни, наслаждаться и так далее То, конечно же, она решила этой ситуацией воспользоваться и поехать Собственно, я так же, когда где-то взрослых нету Любил выпить алкоголь Но в пределах разумного В любом случае там одна, ну максимум две бутылки пива Если даже и крепкого, то просто у меня немного так вот потом гружилась голова Я просто ложился и засыпал Но в принципе то, что, наверное, сделала Диана Парень же решил этой ситуацией воспользоваться Как он говорил, хоть что он ее гладил Что он ее обнимал, что он ее ласкал По словам других людей, она лежала вообще в крови От того, что у нее была менструация У нее были... Я не помню, как были боли или не было у нее боли Это личное ее дело По поводу... По поводу... Мне даже из головы вылетело По поводу того, что, во-первых, виновата Диана в том, что она, во-первых, туда поехала Во-вторых, она виновата в том, что она выпила В-третьих, она виновата в том, что она вообще даже не видела грани, сколько она выпивала, что ее даже вырубила Виноват также парень Во-первых, он виноват в том, что он воспользовался ситуацией Как бы то ни было Даже по законодательству Я вам скажу, друзья, я изучаю законодательство Любой человек, который собирается заняться сексом с девушкой Должен знать закон Тем более, где по ее лицу Не видно, что ей нет... Где видно, что ей, возможно, нет 18 лет Он должен Как бы это смешно не звучало Да, для своей же перестраховки Спросить у нее паспорт Как бы это смешно не было Но все-таки Если же не спрашивать паспорта То он может... Парень, понимаете, парень В любом случае может избежать секса Какая бы девушка красивой не была Как бы она не соблазняла Как бы она не совращала Как бы она тебя, не знаю, не ласкала, не целовала Парень нормальный Может спокойно избежать секса Это сделать несложно Девушку там, я не знаю, не нужно ее толкать Не нужно ей в ебло бить Никто этого не заставляет делать Можно избежать интимного контакта с девушкой Тем более, что она спала Если она спала Может быть, да, ей хотелось секса Как правило, у большинства девушек появляется развязанность Когда они выпивают алкоголь Но не со всеми Не со всеми в смысле Если даже, например, вам жизненный такой совет лично от меня Если вам и хочется, скажем так, секса Немного при этом выпив алкоголь То лучше делать это с любимым человеком А не где-то на какой-то вписке Потому что потом, если ты забеременеешь Во-первых, ты не определишь, от кого ребенок Во-вторых, не будешь знать, кого посадить Потому что это будет очень сложно И я, в принципе, сам не вписке Ни подобного рода мероприятия Просто сам, ну, не переношу и не уважаю Кто-то может посмеяться надо мной Сказать, что меня никуда не приглашают Меня приглашали, но я сам отказывался Потому что я не хочу, ребят Я не такой человек, понимаешь Я не такой человек Тем более, что у меня тоже отвращение к алкоголю То есть у меня такая неприязнь Я не позитивно и не хорошо отношусь к алкоголю Я не знаю, к сожалению Но для меня лично не к сожалению Слава Богу, потому что я уже от этого отошел И воспользуюсь ситуацией Как сказала мать Непосредственно Сергея Или как его звали, Андрея Что он романтик Он не мог так поступить Ни в коем случае Мой сын не такой Чтобы он когда-то кого-то там изнасиловал При таких обстоятельствах и так далее Как бы маме не хотелось в это верить Но парень виноват в этом сам Что даже если девушка его соблазняла Он мог выйти из комнаты Мог орать Даже он мог орать Хоть он и парень Что помогите там Не знаю, меня пытаются изнасиловать А ему это не надо Зачем? Девушка красивая Он соблазнился Собственно и трахнул Тем более, что еще был и второй парень Который не понес за этого наказания Никакого Это тоже странность А самое, что странное Это Поведение самой Дианы Что Такое чувство Будто она действительно На этом просто На всей этой ситуации Она просто пропиарилась Это Я не знаю Это не невыносимо Это, конечно, ее личное дело Но Пиариться на том, что тебя насилуют На том, что тебя трахают Это, по-моему Как минимум Глупо И Бесчеловечно То есть человек сам свое достоинство Опускает Ну, ниже Плинтуса Согласись Нормальный человек Пойдет в полицию Будет это скрывать У него будет какая-то депрессия Это означает Что ей понравилось Понимаешь Что она не была против этого То есть Если она не сопротивлялась Ей это было просто не нужно Ну, зачем человеку сопротивляться Когда Когда вроде бы Ничего плохого не произошло Она в свое удовольствие Получила Как бы Секс Который, возможно Скорее всего Хотела Ее трахнул второй парень И Как бы А родители просто надавили И она Пошла в полицию А что ей еще нужно Ей самой Скорее всего Ничего просто было Не нужно И Зачем Она задалась вопросом Парня посадили Как бы Да и хуй с ним Типа Восемь лет И Скосили по-моему Там ему вроде как До трех лет Но в любом случае Тоже это неприятно Три года Парню сидеть у него До конца жизни Пятно останется В паспорте там О том Что он сидел Ни за что Но он виноват Понимаешь Не надо было ему Трахаться Как бы он хотел Как бы он не хотел Как бы он соблазнялся Не соблазнялся Нужно думать Головой В первую очередь Всегда по закону В таких ситуациях Виноват Парень Потому что он Должен Суметь Избежать Сексуального Контакта Ему это сделать Намного проще Чем девушке Типа что она там Заломала его Набросилась Это но Но бред В сивой кобыла Блять Я не знаю Берешь Тапок Берешь Тапок Вот такой вот Блять Просто тапок И просто В ебло Вот так вот Со всей силы Что еще нужно Ну что еще надо Ну вот тапком По ебальнику Типа проснись Ебать Ау Пес В конце концов Если думать Если так говорить Серьезно Откровенно Я не знаю Ну Газовый баллончик На худой конец Блять У парня Нет с собой газового баллончика Лучше ты в лицо Бо ей газовым баллончиком Ебнул И тебя бы не посадили Чем ты мучаешься Теперь и страдаешь Девушка Виновата в том Что Диана виновата в том Что она выпила И уснула И потом Как она сказала Ничего не помнила Парень виноват в том Что он воспользовался ситуацией Неважно Какая бы ситуация ни была Пусть если даже Она врет Что она не спала Она на нее набросилась Он должен был Избежать сексуального контакта Либо же Если она спала Он не должен был Пользоваться ситуацией То есть Избежать Ситуации Мог Мог Только он Только он Мог избежать ситуации Как бы то ни было Либо уйти От проблемы Не создавая ее Не трогая Девушку Если бы она спала Либо же Более серьезными Какими-то действиями Типа приводя в чувство Там я не знаю Даже там пускай Ладонью Там ударом Там я не знаю По лицу Хотя бы Для приведения в чувство Либо же там Брызнув водой Я не знаю Как выглядела комната Поэтому я не берусь говорить Как угодно Но он мог совладать И непонятно Действия Дианы Как она побежала Сразу же Со всеми блогерами Фотографироваться Типа она такая Крутая Популярная Набрать популярность Они же над ней Все посмеялись Все кто с ней Сфоткались Все над ней Просто смеются Она выставила себя Как посмешище Ее трахнули Ее изнасиловали Два парня Два парня Ее изнасиловали Она радуется Тому что у нее популярность Что у нее появились Поклонники Типа вот смотрите Я звезда Я не завидую У меня там Да у меня там Десятки просмотров Всего лишь на роликах Но не больше Но у меня есть Хоть какие-то зрители Которым нравится Мое творчество Мне в принципе Без разницы Можете хоть смеяться Но мне все равно Дело то не в этом А дело в общей ситуации Нормальные родители На такую Вписку Так же Не отпустят И суть И суть заключается Даже в том Что Поведение Ее странно У нее не депрессии Ничего Она жизнерадостная Продолжает радоваться Жизни Бегать Прыгать Скакать Улыбаться Парня посадили А у нее радость Это означает Что ее скорее всего Никто не насиловал Либо же Даже если изнасиловали То ей это просто Понравилось И она не была Против этого Понимаешь А если она не была Против этого То это не считается Насильственными действиями Родители просто Родителям Нужны были деньги И они сказали Кто-то там сказал Типа что По-моему миллион Что-ли Или сколько-то И мы как бы Про это дело Забудем Что-то было сказано Про это Поэтому друзья В 15 минут уложился Все что хотел Вроде сказал Думайте головой Прежде чем ложиться В кровать С девушкой Тем более С подозрением на то Что она может быть Несовершеннолетней Думайте всегда Головой Спрашивайте Паспорт А лучше Сексуального контакта Если вы сомневаетесь Просто избегайте Тем более В таких ситуациях Когда девушка У девушки Менструации Когда она в особенности Самое главное В алкогольном Опьянении Она не отдает Отчет своим действиям Даже если она Согласна По закону Вы не имеете Права Что-то с ней делать Если она Даже не согласна Вы все равно Ничего не имеете Делать Какие бы слова Из уст Девушки Не прозвучали В момент Алкогольного Опьянения Действий Предпринимать Развратного Характера Никаких Нельзя Даже если она Сама Разбирается Разбирается Блять Если даже Она сама Разбивая Разбивая Блять Просто уже Язык Заговаривается Погоди Погоди Даже во рту Понимаешь Пересохло От эмоций Даже если Она сама Раздевается Ты можешь Избежать Сексуального Контакта Но парням Это не надо Они так Сядут Ооо Ёпта Смотрите Баба голая Нихуя себе И все Понимаете Тем более Если девушка Красивая Начнет Иди ко мне Мой сладкий Маму Все дела И конечно же Ты к ней Побежишь Ребят Сами Наступайте На грабли Сами Попадаете В дерьмо И потом В итоге Садитесь За говно А девушки Некоторые Этим Просто Могут Пользоваться Брать Писать Заявление И Вот Он Меня Изнасиловал И Все Девушки Которые Находятся В состоянии Алкогольного Опьянения Даже Пускай На Вписке Несет Ответственность За свои Действия Даже Сама То что Она Выпивает Но При этом Виноват По закону Все равно Будет Парень Понимаешь Вот Такие Вот Законы Вот Такая Вот Жизнь Как Бы То Небыло Виноватым Оказаться Может Не тот Кто На самом Деле Виноват Но Всегда В любой Ситуации Виноваты Оба Один Виноват В одной Ситуации В одних Действиях Те которые Он сделал Или не Предпринял Другой Виноват В других Действиях Которые Он сделал Но не Предпринял Понимаешь О чем Я Поэтому Ребятушки Цените Любовь Не трахайтесь На вписках Будьте Людьми Встречайтесь Нормально Любите Друг Дружку Нормально Цените Уважайте И В том числе Конечно же Ласкайте А не Ебитесь Где попало На различных Каких-то Вписках А потом Разбирайтесь От кого Там Тот Ребенок От кого Этот Ребенок Кого Сажать Кто Виноват Я Я Не Могу Уже Кашля Посмотри Что Происходит Все Горло Уже Просто Но Опять же Повторюсь В самом Конце Друзья По Роликам Так что Друзья Опять же Будьте Людьми Встречайтесь Влюбляйтесь Размножайтесь Но Все Это Должно Быть С чувствами И С любовью А не Ебаться С кем Попало На Вписках А потом Разбираться Некоторые Не разбираются Некоторые Просто Трахаются И Типа Вот Нормально Потому что Нравится Потому что Хочется Инстинкт Понимаешь Существа Срабатывают Даже Животные Просто Так Этим Не занимаются Только Лишь С целью размножения Единственное Кто настолько Ужасные Это люди К сожалению Я не говорю По поводу Секса Ради удовольствия С любимым Человеком Я говорю По поводу Секса С кем Попало Просто Потому что Друг дружке Понравились Красивый парень Красивая девушка Че б не поебаться Все Вся логика Так что Это все Ребятушки Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Вступайте в группу Вконтакте Рассказывайте друзьям Комментируйте Очень жаль Что такая ситуация Произошла Парень сидит Девушке Похеру И она при этом Еще Пропиарилась За счет того Что все вокруг Нее вот так вот Крутятся Хотя как она Говорит Что типа Ее надоела Вся эта популярность Что она в магазин Даже нормально Не может сходить Например там За фруктами Все сразу Подбегают Начинают Фотографироваться По ее взгляду Мне так кажется Если честно Что Не особо Ей это не нравится И ее Это может быть Даже привлекает Потому что Девушкам нравится Внимание А когда Внимание Столько уж То Хотя Если внимание Больше чем положено То это тоже Может отторгать Не спорю Так что Ладно ребятушки Всем спасибо за просмотр До новых встреч Увидимся на канале В группе В новых роликах С вами был Юранка Удачи Всем И Пока Пока Ебитесь правильно И нормально По Человечески С людями С любимыми А не как собаки На улице Лишь бы с кем Мораль В сей басне Такова Всем пока